Сегодня у нас состоится монографический концерт, посвященный Сальваторе Харина, приуроченный к его 75-летию. И перед концертом мы пригласили специалиста по творчеству Сальваторе Харина, профессора, доктора искусствоведения Светлану Витальевну Лаврову, которая издала первое на русском языке исследование творчества этого композитора. Представляет она Санкт-Петербургскую академию танца имени Гребина Ваганова. Можно сказать даже, что и консерваторию в некотором роде. Да, также является профессором Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Гребина Ваганова. Я передаю слово Светлане Витальевне. Спасибо большое за приглашение. Мне на самом деле очень приятно поговорить о музыке Шарина. И это замечательно совершенно, что к его 75-летию был организован концерт, потому что, в общем-то, наверное, для нашей страны это, в общем-то, конечно, событие, потому что его не так часто играют. Хотя, наверное, в сравнении, к примеру, с музыкой Луиджинона его всё-таки несколько проще, наверное, технически исполнить, да, поскольку всё-таки там нет такой вот как бы староформатной живой электроники. И в основном это всё всё-таки написано для акустических инструментов. Но, тем не менее, играют его на самом деле не очень много, хотя, наверное, по-своему это жаль, потому что, конечно, он уже, в общем, стал классиком новой музыки, да, и его, в общем, исполняют, наверное, на всех возможных площадках в мире. И надо сказать, что название нашей сегодняшней лекции «Слушать муху ухом слона», оно, наверное, в большей степени, вот этот фразеологизм, он отражает его творческий метод, который обращен в сторону всевозможных каких-то, с одной стороны, микроскопических звуковых эффектов, который предполагается воспринимать с максимальным вниманием и таким образом, собственно, повышать свою чувствительность к тихим звукам. Это вообще то, о чём ещё когда-то говорил Луиджинона в отношении своего Прометея, да, в предисловии к Прометею, что мы утратили ощущать, в том числе слушать звуки природы и слушать тишину. И как раз именно, наверное, вот эта тема тишины, такого скрупулёзного внимания к звуку, она вообще стала темой творчества новой музыки в периоду постсериализма. Надо сказать, что это актуально в той или иной степени абсолютно для всех, да, потому что вот эта вот, собственно, оппозиция «слышу-не слышу» она оказывается, наверное, основополагающей. На самом деле, каждый человек по-своему ощущает, да, вот это явление звука из тишины. И, наверное, вот это вот одна из, опять же, главных тем творчества, в том числе и Сальваторо Шарино. Он, надо сказать, что Шарино очень многоплановый композитор. Он, как истинный итальянец, автор, по-моему, 11 опер, если я не ошибаюсь, потому что, как бы, это «Вокен Прогресс», да, он, к счастью, живой композитор, возможно, написал что-то ещё. Но, насколько я знаю, последняя вот опера была написана в 19-м году. Возможно, я упустила что-то, появилось что-то ещё вот сейчас. Вот, потому что, конечно же, его замечательные, совершенно очень необычные, очень интересные оперы, они идут на лучших, опять же, каких-то сценах мира, не только, собственно, итальянских, там, и, не знаю, в театре де Феничи в Гену, и в театре, например, в том числе и в Уперталь, для которого написал вот одну из своих последних опер, да, а-ля Порте и Индленью. Вот, и надо сказать, что его невероятное и жанровое многообразие, и, конечно, с точки зрения всевозможных, опять же, составов, от каких-то фортепианных произведений до огромного диапазона самых разных ансамблевых составов. Вот сегодня как раз будет достаточно обширно представлена его ансамблевая музыка на концерте, что очень приятно. Вот, а я в основном в том, что хотела вам показать, главным образом ориентировалась на фортепианную музыку, но я думаю, что это не проблема, можно послушать сегодня будет на концерте ансамблевую музыку. Вот, итак, я не случайно сказала о идее вот этой вот сконцентрированной тишины Луиджи Нона по отношению к концепции Шарина, потому что, на самом деле, некоторое время он даже был ассистентом Нона, от которого, собственно, и он наследовал вот это вот такое невероятное скурпулезное, бережное отношение к тишине в качестве полноправного звукового материала и развил из этого, собственно, свою совершенно особую концепцию слухового восприятия. Я уже, да, сказала, что творческое наследие Шарина действительно очень обширно, потому что он фактически человек, который ведет в достаточной степени замкнутый образ жизни, вплоть до того, что он не пользуется, я знаю, насколько я знаю, ни мобильным телефоном, ни электронной почтой, ничем, да, то есть он только пишет музыку. Вот такой достаточно интересный тип композитора, да, который абсолютно не публичен, но ему достаточно того, видимо, что он имеет, потому что в какой-то момент одна из моих студентов в прошлом в консерватории Санкт-Петербургской, она с ним встречалась на какой-то постановке оперы, его, ну, видимо, где-то ассистентом она работала, там, режиссера, и вот она сказала, что есть там на русском языке книжка, его заинтересовало это, но он сказал, что я не пользуюсь никакими современными средствами связи, поэтому, если что, вот я бы хотела там как-то держать связь, там, допустим, через моего какого-то там секретаря. Ну вот такой достаточно интересный образ композитора, очень необычный, да. С одной стороны, человек невероятно образованный, да, по тому, как он работает, например, с оперными либретто, какое огромное количество разных источников он сочетает. Вот это его совершенно невероятная интертекстуальность, которая проявляется, да, в его операх, где используется огромное количество всевозможных источников, не только музыкальных цитат, да, но и литературных цитат на разных языках, и, конечно, это впечатляет, это говорит о нём как о человеке просто, ну, я бы сказала, почти, наверное, энциклопедических знаний, уже не говоря о его особым знании вообще визуальной культуры, да, то есть изобразительного искусства, на основе которого фактически он построил свою теорию восприятия музыки, о которой мы сегодня тоже поговорим. Вот, таким образом, на самом деле, одним из, одной из отравных точек его идей, да, становится вот своего рода такая оптика, да, то есть смена масштабов. Малый масштаб, большой масштаб, да, то есть, условно говоря, слушать муху ухом слона, да, то есть рассматривать звук, условно говоря, через лупу. Но на самом деле, опять же, это тоже достаточной степени типичное явление для музыки второй половины XX века, да, точно так же мы воспринимаем так или иначе спектралистов, да, которые восприняли звук тоже со всей серьёзностью и отнеслись к нему как к явлению комплексному и такому сложному процессу, который в конечном счёте может быть рассмотрен, опять же, через некую оптику. Вот, и, ну, надо сказать, что, да, и в этом смысле, конечно, тоже совершенно неудивительно, что вот эта идея, которая тоже вначале возникла у спектралистов, представление звука как некого пространства внутреннего, она же тоже фигурировала, эта идея у Лахимана, да, фактически он точно так же предлагал вот эти вот свои типы звуковой музыки, моделируя определённое звуковое пространство. В действительности я со временем как-то вот пришла к выводу, что идея вот этих вот концепций звука, которая в том числе фигурирует у Шарина, она во многом схожа с тем, что, собственно, говорил Лахиман в своей концепции звуковых типов новой музыки, просто немножко иначе преподнесена. На самом деле сталкиваешься, то есть когда чем больше узнаёшь о новой музыке, тем больше понимаешь, что существует очень много схожих явлений, да, но каждый композитор пытается представить это как некую свою собственную авторскую концепцию, а в итоге, конечно, они вписываются в некую общую систему. То есть это на самом деле достаточно интересно, почему не сразу это понимаешь, почему вдруг в какой-то момент просто щёлкает, и думаешь, так это же вот фактически почти то же самое, да. Поэтому, наверное, идея такого пространственного восприятия звука, я не говорю о каких-то специальных созданиях, каких-то специальных пространственных факторов композиции, как-то, например, это происходит у Беата Фурера, но вот именно программирование, моделирование этого пространства это как раз одна из самых главных идей и точек, отправных точек творчества Шарина. Пространственная категория, как одна из основополагающих в развитии творческих стратегий художников, принадлежащих не только к тем видам искусства, которые традиционно считались пространственными, но и к тем, которые относили к области временных исков, таких как музыка, например, она оказывается в достаточной степени, опять же, свойственна многим композиторам. Художник в данном случае подразумевается не в контексте принадлежности к изобразительному искусству, а в более широком понимании. Искусство, которое репрезентирует различные проекции физического пространства, художественное, позволяет работать как с пространственными характеристиками, так и с временными. И в этом смысле творческая концепция Сальватора Шарина основывается на пространственном восприятии звука по особой композиторской стратегии предварительного построения графического эквивалента звукового пространства, определяющего как намерения композиторов, так и определенные какие-то рычаги воздействия на слушателя. В основе его стратегии лежит пространственное мышление. Он оперирует зрительными, геометрическими и во многих случаях даже текстурными ассоциациями, обосновывая свою теорию развития музыкальной композиции предварительными схемами, звуковыми картами, которые он называет, собственно, это просто итальянский перевод, карта де Суона, то есть звуковые карты. На самом деле вот эти вот звуковые карты – это не только визуальный образ, но и некий сюжет, условно говоря. Главным образом акустический сюжет, но он описывает его очень красиво такими предварительными текстами, который опубликован в сборнике достаточно таком обширном, который называется «Карта де Суона». На итальянском больше я не встречала, его в переведенном виде я не видела. Но на самом деле даже и в итальянском варианте он как-то почему-то недоступен. Если вот его другие книги, там фигуры музыки от Битхоин до современности, они даже были переведены на английский, то вот этот сборник его, вот этих вот «Карта де Суона», он как-то, видимо, каким-то не очень большим тиражом был издан, и я его нигде в интернете не встречала, но только встречала ссылки на него, на этот самый сборник. Да, вот это Сальваторо Шарина, которому исполняется в этом году 75 лет. И да, если мы будем говорить о музыке как и в искусстве пространства и звуковых картах, то вот, собственно, чем отчасти то, что, собственно, делает Шарина. Он во многих случаях создает вот такие вот звуковые карты по отношению к своим сочинениям, безусловно, но он таким образом и с позицией некого моделирования пространства подходит и, собственно, к музыке классической, да, то есть он пытается, создавая вот эти звуковые карты, понять какие-то процессы, которые лежат в основе композиции, причем они, с его точки зрения, представлены именно визуальным образом, да, и визуализированы, потому что, ну, наверное, все-таки в наше время визуальное восприятие, оно является основополагающим. Вот. И вот в соответствии с этими картами Досеона, звуковыми картами, он планирует и, с одной стороны, руководство музыкальным восприятием и считает Шарина, что он не единственный, кто мыслит подобным образом. Собственно, так и есть. Однако в случае с другими авторами, которые не предваряют по своему сочинению подобную карту-схему, она присутствует на первом этапе планирования сочинений, как считает Шарина, и становится так называемым закадровым руководством звуковой диспозиции. Он воссоздает вот эти звуковые карты, аналогичные собственным, и комментирует при помощи этих звуковых карт творчеству других композиторов, в том числе и Бетховена, обнажая некий такой исходный пространственный замысел, который заложен в произведении композитора. В авторских диаграммах Шарина и мелодическое движение, и динамика музыкального развития, и их репрезентация через фигуры, так называемые фигуры – это, опять же, такое в достаточной степени комплексное понятие для Шарина – отделены от точного указания высот. Это, с одной стороны, некая такая почти абстрактная схема, на которой видно, что происходит с теми или иными какими-то звуковыми единицами или звуковыми комплексами. И, в принципе, подразумевается, что эта звуковая карта, она может быть, на самом деле, показателем абсолютно для любой стилистики, для любой художественной реализации. То есть она вовсе не должна быть реализована только в одном каком-то ключе. И в этом смысле они считают, что многие вот эти звуковые карты, они оказываются сходными, те, которые лежат в основе абсолютно разных сочинений с точки зрения стиля, с точки зрения манеры композитора. Но есть, дескать, некие вот такие основы мышления, какие-то такие вот структуры, которые присущи человеческому мышлению, которые тот или иной композитор воплощает по-разному, безусловно, и в соответствии с тем временем, в котором он живет, и в соответствии со своей стилистикой, со своими какими-то композиционными идеями. И эти звуковые карты – это получается, что и форма своего рода контроля над звуковой графикой, и композиционный элемент, который характеризует вот это самое обобщенное восприятие, в котором целостное видение картины преобразуется в детализированное посредством постепенных интерполяций. И такой подход подразумевает процесс трансформации музыкального языка через преобразование реальности посредством рассмотрения объекта под иным углом зрения. То есть самое важное – это как бы вот этот фокус, который может меняться в ту или иную сторону. И это может представить объект абсолютно в другом свете. В соответствии с этими особенностями музыки Шарина, он призывает концентрации слушательского внимания на микроскопических звуковых эффектах. То есть вот это вот самое главное – ощутить то, что раньше, наверное, мы не ощущали. То есть наша чувствительность к звуку, она значительно повышается, при том, что, с одной стороны, очевидно, что наш звуковой ландшафт очень сильно засорён. Мы постоянно живём в какой-то вот такой звуковой среде, в которой тишины как таковой, наверное, нет почти. И поэтому, когда мы вдруг слышим тишину, она вызывает у нас гораздо больше внимания, фокусирует наше внимание в значительно большей степени, чем если мы слышим какие-то звуки. В этом смысле, конечно, этот процесс так называемого звукоявления, который он называет эпифания, по аналогии с тем, как это у Джойса фигурирует, вот это звукоявление, оно для него является каким-то таким совершенно особым процессом, который человек должен ощущать. Причём понятно, что в данной ситуации каждый человек будет ощущать эту встречу со звуком индивидуально. Она не будет у всех одинаковой. Кто-то ощутит раньше, кто-то позже. Это зависит от, условно говоря, чувствительности звуковой, которая тоже у всех, в общем-то, разная. И в соответствии с этими как раз установками, Шарина как раз и призывает концентрироваться на микроскопических эффектах. И в данном случае не требуются поиски как традиционной формы, так и какой-либо диалектики. В опубликованном курсе лекций фигуры музыки от Бетховена до современности на самом деле это не научная работа, это не какая-то вот такая книга, в которой бы он выступал в качестве музыковеда или как-то таким образом. Это, в принципе, публичный курс лекций, который он читал перед концертами. То есть он таким образом пытался публике объяснять не только новую музыку на самом деле, он таким образом пытался и своего рода концептуализировать классику, считая, что поздний Бетховен, он на самом деле совершенно иной по стилистике. То есть у него есть уже то, что есть, собственно, и в современной музыке. И в этом смысле для него нет особых различий между поздним Бетховеном, например, между Стравинским и, к примеру, Штакхаузеном. И основная идея заключалась вот в этой книге, которую он, собственно, излагал, что существуют некие универсальные, опять же, формы схемы, которые применимы как к произведениям изобразительного искусства и точно так же применимы к произведениям музыкальным. И что касается каких-то визуальных символов, то они тоже происходят из каких-то очень далеких эпох. Так в этом смысле, например, он представлял себе, что персидский ковёр с его орнаментами, он аналогичен, допустим, кубическим вариациям Соло-Левита. Хотя, допустим, математики со мной спорили, они говорят, что это совсем не те кубы. Но это, наверное, в данном случае неважно. Потому что художник, он мыслит не так, как математик. И в этом смысле очевидно, что нам не найти консенсуса. Но, тем не менее, от этого эта идея не выглядит ложной, допустим. И вот в этом самом курсе лекции фигуры от музыки от Витховена до современности он анализирует множество художественных образцов и выстраивает их в некую систему. Он рассматривает девятую симфонию Витховена, группы Штакхаузена, выявляя общие ориентиры между одним и другим. Хотя, казалось бы, это очень далёкие друг от друга с точки зрения написания, с точки зрения, допустим, принадлежности к XX веку и, собственно, к бетховенскому времени, абсолютно далёкие эпохи. Но он, тем не менее, считает, что в них есть много общего. Он пишет о том, что это не начало музыкального произведения, а настоящий вихрь, сметающий буквально всё на своём пути. И обосновывает свою идею вот этими самыми звуковыми картами-схемами, которые он, так сказать, предлагает по отношению к известным классическим произведениям. И вот, да, это, собственно, схема Шарина, его музыки, предварительная звуковая карта. Как видите, она, собственно, не представляет собой нотный текст в буквальном смысле. Там множество... Это нигде не публиковалось, да, это он просто, собственно, вот в этой книге карты Десуона, да, он публиковал какие-то отдельные схемы, по которым он, собственно, создавал свои сочинения. Вот, то есть, как вы видите, тут есть какие-то абсолютно отдельные наброски, да, каких-то, ну, нотных фрагментов. Но главным образом вот это моделирование пространства, да, вот эти вот вилочки, вот эти вот... То, что для нас, на самом деле, не вполне понятные, кажется... Я думаю, что да, поэтому же он и объяснял-то в своей книге фигуры музыки от Бетховена до современности. Понятно ему, да, да-да-да, потому что он же перерисовывал какие-то в такого рода схемы, перерисовывал, например, там, не знаю, «Квартир Бетховена» и там, не знаю, «Начало визны священной». Да, да, то есть его, на самом деле, очень увлекал этот процесс, очень, на самом деле, распространено, я не знаю, он, по-моему, тоже в детстве хотел стать художником, да, то есть у него первоначально визуальное превалировало над музыкальным, да. Вот, например, то же самое из дизайнеров, по-моему, пришел Аблингер, он же тоже по образованию дизайнер. То есть, в принципе, вот эти две области музыка, звуковая... Ну, в какой-то степени, да. Да, то есть вот эта вот организация пространства и организация звукового пространства, они в определенном смысле равнозначны. И в этом отношении, конечно, очень интересно, да, вот такое вот, ну, действительно, какое-то такое синтетическое мышление. Ну, понятно, что... Да-да-да, но тут, видите, тут, понятно, тут какие-то глиссанты фигурируют, какие-то вот... На самом деле, если мы посмотрим ноты современной музыки, то там очень много каких-то таких графических моментов, очень часто. Часто это просто даже не в буквальном смысле нормальная партитура, да, когда какие-то нетрадиционные приемы, а фактически просто почти что рисунок. И в этом отношении оказывается, что за всем этим стоят некие такие архетипы, которые, в общем-то, являются невременными в определенном смысле. Значит, вот мелодические движения и динамика развития фигур в авторских диаграммах у Шарина отделены от точного указания высот, которые в случае необходимости фиксируются на нотных строчках под ней, да, то есть вот эти вот, собственно, то, что мы видим там на нотной строчке, оно фиксируется в случае необходимости, чтобы ему самому запомнить, какие звуковые фигуры, собственно, он имел в виду. Вот. И получается, что в середине пути между акустической фиксацией и музыкальной записью диаграмма позволяет ему уловить отношения между микроструктурными элементами и, собственно, макроструктурой самого произведения. Так же, как и отношения между звуковыми рисунками и музыкальным изображением, организовывающим эти фигуры во времени. Звуковые карты – это одновременные средства композиции, форма контроля над звуковой графикой, которая, собственно, и определяет вот это вот двуязычное преобразование одного элемента графического из визуальной области в звуковую. И такой подход, конечно, подразумевает и некую языковую трансформацию, то есть преобразование реальности вследствие изменения угла зрения и его перспективы. И в соответствии с этим, собственно, музыка Шарина требует не только концентрации внимания на этих микроскопических эффектах, но еще и трансформации традиционно-слушательских ожиданий, отмены поисков традиционной формы диалектики и значений. А это, собственно, нотный текст того же сочинения, которого я вам только что показывала в звуковой карте. Но понятно, что какие-то вот эти, допустим, моменты, где у нас длящийся звук, и он их фиксирует как некие крещенто-диминуэнто, они там фигурировали тоже в таком варианте. Но понятно, что эти звуковые карты это не нотный текст, это не замена, это просто, собственно, способ мышления для него в данном случае. А вот эта вот та самая книга, которая называется... Ну, книга, это, в принципе, подразумевало, что это просто некие лекции, которые сопровождают копак-диск, условно говоря. То есть адресованный самым таким простым слушателем, не обязательно профессионал. То есть он, понятно, что, наверное, в Италии, ну, почти все, по крайней мере, в той или иной степени владеют там нотной грамотой и, в принципе, в той или иной степени знают классическую музыку. Поэтому, как бы, конечно, ориентированно на человека, который, в принципе, в той или иной степени немного разбирается, но не обязательно на профессионала. И вот в этой самой книге он как раз сквозь оптику своей поэтики интерпретирует художественную и музыкальную историю. Он отступает от традиционной антропоцентрической трактовки, избирая в качестве исходного пункта универсальные символы, которые присутствуют не только в музыке, временном искусстве, но также и в пространственных искусствах. И в действительности это такая, получается, весьма избирательная интерпретация истории музыки через поэтику. А основа составляет его не риторическая концепция, а, скажем так, антириторическая, которая в некотором роде вызывает достаточно интересную параллель, допустим, с порочными риторическими фигурами, только в данном случае это некое отрицание, антириторические. Потому что всё-таки, хотя, в принципе, риторические фигуры тоже имели и визуальный некий контекст, и тут, в принципе, наверное, есть много общего, но, с другой стороны, он позиционирует это именно как антириторику, потому что он исходит из идеи какой-то антинарративности, скажем так, то есть антиповествовательности. И первоначально он планировал назвать свой цикл лекций, по которому была написана эта книга «Восприятие структур современной музыки». Его интересовали главным образом аспекты взаимоотношений между музыкой и реальностью, которые становятся особо как раз актуальными в эпоху постсериализма. Отношения между музыкой и реальностью кажутся проблематичными, хотя это часто и ускользает от музыкального анализа, пишет Шарина в этой книге. Несмотря на то, что сегодня музыка существует в тесном единстве с современными репродуктивными технологиями, и здесь достаточно подумать о звукозаписывающей индустрии, музыкальной и статической модернизации не происходит. Музыканты по-прежнему считают, что музыка абстрактна и не выражает точных понятий. Странно, что мы не осознаем несоответствия таких утверждений. Язык не может быть одновременно и абстрактным, и неконцептуальным, поскольку тот инструмент, который художник использует для абстрагирования, является той самой концепцией. Предполагаемая абстрактность музыки создает необходимость изъятия всего того, что имеет телесное основание. Вы не можете коснуться звука, однако музыка обладает необычальной выразительной силой, способной возбудить телесные импульсы и поразить разум. Поэтому, собственно, музыка изгоняется формализмом. Она должна оказаться абстрактной и существовать вдали от реальности. В этом притворстве антиконцептуальности возникает один из корней современного равнодушия и разъединения. Отсюда всего один шаг к тому, чтобы утверждать, что музыка ничего не выражает. Художный авангард сделал свое убеждение, что музыкальный язык невыразительный. Это полезный парадокс, если он используется для процесса обогащения традиционного языка. Однако это крайне разрушительно, если принять это утверждение за абсолют. Таким образом, 20 век утвердил идею контрастного чередования позиций, которые кажутся подозрительными, балансируя между асептической строгостью и торжеством сентиментальности, пишет Шварина в этой самой книге. И он здесь определяет эмоциональное, чувственное, физическое, реальное, иррациональное в тех самых музыкальных значениях. Формализм, хотя и действовал через идею структурной организации музыкальной композиции, которая, как полагает Шарина, становится ответом на пугающую экзистенциальную неопределенность композиторского творчества. Но, тем не менее, он считает, что абстракции, даже, скажем так, как тотального формализма, вообще не существует. Мы создаем художественные произведения, чтобы понять и осмыслить мир вокруг нас. Даже если эти явления, которые мы наблюдаем, носят для нас случайный характер, тем не менее, мы пытаемся представить их в осмысленном качестве. По этой причине образный, то есть концептуальный, и абстрактный, как считает Шарина, являются условиями комфорта для художника. И по этой же самой причине, даже в тех случаях, когда Шарина использует в качестве примера логики фигур композиции Штакхаузена и Булеза, в своей книге его обращение к творчеству исходит из того факта, что он сознательно неправильно понимает их творчество. Он утверждает, что таким образом он выходит за пределы ортодоксального анализа сериализма и возможности понимания намерений автора. Мы не заинтересованы ни в понимании технической комбинаторики, ни в притворстве внимания. Научной достоверности принципов, применяемых в музыке, нас интересует только натуралистическая вовлеченность в общий процесс. И представление Шарина о квазидвойниках реальности в его теории универсальных фигур в точной степени кажется параллельным идеям Левистроса, который, в свою очередь, наставил на прямом соответствии между означающим и означаемым и необходимости существования неких универсальных структур. То есть в этом смысле в общем идеи Шарина они оказываются в той или иной степени соответствующие мнению, представлению структуралистов, но тем не менее все же в той или иной степени он исходит из идеи природы, которая, наверное, все-таки значительно более вариативна. И он в этом смысле уклоняется от грамматики Левистроса, которая для него не является в данном случае необходимостью. Альтернатива искусственности эстетике структурализма, как ее определяет Шарина, это натурализм. Вот это его основная идея, некий же натурализм, который включает универсальность как основную идею. Идея художественной культуры в интерпретации Шарина убеждает его в том, что логические структуры современности, под которыми подразумеваются арифметические конструкции, заставляют искать художника основания нового языка. Он стремится к созданию нового музыкального глоссария, который не просто является спонтанным, а возникает в результате трансформации полученных знаний и прежнего опыта. Однако получается так, что ни язык, ни музыка, согласно определениям Левистроса, не смогли быть естественными. И несмотря на то, что ассоциации шариновских фигур с универсальными структурами Левистроса были бы весьма привлекательными, все же они не являются структурами, а становятся скорее стратегиями восприятия предпринимаемым художником в акции творения и наблюдения. Эти свойства связаны с физическими отношениями. Природа для Шарина это прежде всего связь с миром, который существует вне замкнутого цикла музыкальной теоретической системы и проявляет себя в формах времени и пространственности, как отношения между музыкальным материалом, звуковым жестом и интересными свойствами исполнителей. Фигуры Шарина не имеют ничего общего с понятием фиксированных фон, и тем не менее столь же неверно было бы называть их процессами. Фактически каждая фигура представляет различный музыкальный вид. И его парадоксальная антириторика разъединяет понятие риторической фигуры, которая была заимствована из эстетики барокко. Фигуры становятся основным элементом концепции, а риторика, но со знаком скорее минус, отрицание, его основной идеи. Избегая семантики, он ищет кратчайший путь к перцепции восприятия, что подразумевается в данном случае, что он считает, что есть многие вещи, которые мы воспринимаем на бессознательном уровне, и они заложены в основе нашего мышления. И задача композитора создать некие аналогичные когнитивные схемы, которые лучшим образом будут усваиваться человеком и восприниматься лучшим образом. И в этом отношении, конечно, он опирается именно на эти самые процессы. Считая, что, собственно, то, что заложено в этих фигурах, оно на самом деле заложено в мышлении. И в процессе восприятия речи слуховой анализатор человека из сложного звукового комплекса выделяет для развлечения слов форманты. Другие признаки сложного звука, высота основного тона и громкость в развлечении слов роли уже не играют. Они учитываются в системе других речевых единиц. Таким образом, получается, что риторические фигуры эпохи барокко порождают для ушами аналогии с формантами. И идея во многом совпадает с общей постсериальной концепцией, которая, в свою очередь, адекватна физическим процессам, которая, главным образом, стремится к некой адекватности физическим процессам, в которых интуиция преобладает над логикой. А принцип воздействия опирается на символ и на импульсы бессознательного. Точность Шарина происходит своего рода процесс интеграции из эстетики в поэтику. И он размещает собственные творческие стратегии, опираясь на глубину внутреннего слушания. Уровни восприятия, которые интересуют Шарина, можно разделить в целом на три группы. Это перцептивность и чувствительность к постижению сложного языка, познавательная деятельность с целью постижения определенных стратегий, восприятие посредством понимания феноменологии природы, проецирования субъектом звучащей материи на собственные культурные категории и понимания предварительных намерений. Но на самом деле все отчасти просто. Он основывается на идее фрактальной геометрии, которая говорит о том, что малое подобно большому. То есть, в принципе, любая, условно, если вспомнить самые элементарные примеры фракталов, те же снежинки, где малая форма, она абсолютно точно воспроизводит большую форму. И на самом деле это очень типичный, скажем так, для второй половины XX века взгляд на музыкальные процессы. Если мы вспомним спектралистов, которые точно так же, условно говоря, из некой клетки, из тембра выращивали целую композицию, то идеи Шарин абсолютно аналогичны. Они сходны, потому что... Только вопрос в том, что понимать под этой самой клеткой. Он понимает не, допустим, точно анализируемые процессы при помощи, допустим, частот, спектров и так далее, а скорее то, что присуще нашему мышлению, то, что некую структуру, которая заложена в основе. И она как раз, собственно, неважно, какой области она принадлежит, визуальной или звуковой, они, опять же, как он полагает, абсолютно аналогичны. И он считает, что как философия, так и искусство в определенном случае являются репрезентацией природных процессов. А творчество, независимо от области его применения, видовых особенностей, развивается согласно неединным биологическим законам. А ведь именно живая природа дает нам совершенно непревзойденные образцы для артефактов и сущностей, которые отвечают на вызов внешнего мира и как это, собственно, делать все живое. Будучи лучшим примером для подражания, оно доказывает свою эффективность в течение долгих лет эволюции, также уже знакома со всеми вышеперечисленными задачами. И получается, что в процессе эволюции живое поглощало для себя эти задачи. У него уже есть опыт мира, поэтому наилучшая стратегия жизни в мире должна быть отражена в структуре поведения законов всего живого. С позиции стремления к слуховой экологии, которую он тоже определяет как некую одну из важных для себя точек, собственно, человек в его психологической целостности обладает собственной звуковой структурой, которая не только дает ему возможный способ реагировать на мир звуков, но также и идентифицировать их. То есть у нас как бы есть собственная звуковая структура, на которую, условно говоря, должен наложиться, да, вот, собственно, его звуковые представления, они должны срезонировать, да, потому что подразумевается, что здесь должно быть нечто общее. Вот. Значит, и он предлагает вот такие вот типологии фигур. Я не раз тут говорила, да, слово фигура. Фигура, кстати, слово тоже, которое звучит не только, собственно, да, в барочной эстетике, но и в современном, то есть в новой музыке оно встречается очень часто, да, у того же, например, Брайана Фернихоу мы тоже сталкиваемся со своим фигурам, да, но каждый в данном случае подразумевает под ним что-то свое. Это, вот, как видите, налево, слева этот, на этом слайде, это его описание, вот этот план лекций, да, фигуры для музыка, в которых он описывает вот эти вот процессы, да, типология фигуры, аккумуляция, накопление, мультипликация, маленький взрыв, литлбэнк, генетическая трансформация и формы с окнами. Сейчас поясню, что есть что. Аккумуляция. Ну вот, применительно к аккумуляции он приводит начало весны священной Стравинского. Это, как он описывает, процесс накопления энергии в движении кульминационной точки. Однако он нередко стремится разрушить линейное движение посредством своеобразного разрыва, да, то есть в монтировании какого-либо фрагмента в звуковую ткань. Из тишины прорастают фрагменты, отображающие энергию звукового жества. И в этом смысле он как раз приводит вот начало, собственно, весны священной, в котором с его точки зрения в соответствии с представлениями о том, как из хаоса отдельные звуковые жесты проецируются в единое целое, также возникает процесс вот этого накопления звука. Он пишет, во время прослушивания какого-либо современного музыкального произведения мы воспринимаем большое разнообразие звуков. Среди тех, которые являются более стабильными и составляют большинство, некоторые особым образом привлекают наше внимание. В этой ситуации человек переходит от пустого к наполненному, где проявляется рост элементов и артикуляция звуковой энергии и плотности. Переход от пустого к полному означает постепенное заполнение пространства. Такие процессы выделяются в потоке традиционной музыки, потому что они приостанавливают время и организуют звуки в соответствии с определенными пространственными критериями. Обычно они прибегают к технике стратификации. Процесс накопления имеет тенденцию к хаотичной и неоднородной агрегации. Из-за роста энергии во время этих процессов кажется, что время ускоряется и восприятие претерпевает сокращение. Различие между накоплением и умножением начинается со степени восприятия баланса и упорядоченности, которую они в себе воплощают. Накопление хаотично, нерегулярно, неоднородно, несимметрично. Умножение является упорядоченным и относительно регулярным. Оно составлено из природных элементов, то есть по принципу репродукции привычного звукового объекта. И надо сказать, что ни одна из вот этих концепций Шарина не представлена на каком-либо математическом языке. То есть у него это такая скорее абстрактная математика, он не использует никаких формул. Он приводит такие примеры аккумуляции из музыки собственно не только 20 века, но и музыки более ранней. И не только музыки. Джейсон Поллок Number One Штакхаузен группы Бетховен Девятая симфония Начало первой части Вагнер Прелюдия к Золту Рейна Да-да-да Микеланджело Надгробие Медичи Вагнер Нюрнверский Миссензингер Финал второго акта Стравинский Весна священная Ну и итальянский дизайнер Каус Бугатти Значит Интродушен Седжик Кьюрали Ну в общем как бы его инсталляция для создания жилой комнаты Вот Значит Следующий слайд Мультипликация Ну тут он ее Этот процесс он объясняет как раз самый простой для него видимо более понятный простой визуальный способ на примере творчества такого художника как Марио Сироли Первоначальный пример которым приводит это вообще экспозиционный раздел фуги эпохи барокко фуга которая используется здесь в качестве примера процесса умножения связана с понятием многомерной полифонии Работы скульптора Марио Сироли по-разному демонстрируют множественность Каждый из силуэтов которые выступают от центральной оси развернут в разные стороны Шарина показывает еще одну работу Марио Сироли вот эта вот нижняя она называется Поэты и он ее показывает в качестве некой такой оппозиционной формы поскольку здесь в том числе есть оппозиционная форма то есть всем поэтам противостоит Данте Алигере его профиль в данном случае и в данном случае это изображение в зависимости от ракурса рассмотрения дает совершенно разные эффекты как он считает то есть да, понятно что они противопоставлены но с другой стороны в зависимости от того с какой точки вы смотрите оно может быть представлено опять же по-разному и в скульптурах Ля Схьяна вот этот вот верхний угол в зависимости от фактора восприятия от физического положения зрителя также аналогично способности слушателя перемещаться между глобальными лаками примерно так как он пишет что-то происходит в Партьельс у Гризе это чувство такой вот морфолого-иерархической пространственности которая только усиливается в нашей памяти да значит в качестве примера мультипликации он предлагает музыкально с музыкальных позиций да каноническую технику из река и Малегити в этом сочинении автор стремился к созданию плотных резонических звуковых структур которые трансформируются создавая нечто принципиально новое в процессе распада прежних структур и Шарин описывает умножение как упорядоченное повторение или воспроизведение в качестве узнаваемой фундаментальной фигуры когда зритель меняет положение он видит другую картину которая с его точки зрения создает своего рода такой анамортный эффект и каждая ось представляет собой модуль или фундаментальную фигуру которая повторяется и одновременно отличается и вот далее он сравнивает и оказывается что они абсолютно внешне выглядят почти аналогично это собственно квартет опус 127 Бетховена диаграмма которую он рисует и Дафни Сахлоуэра Велли интродукция где процесс собственно накопления он аналогичен ну понятно что существуют некие специфические особенности но естественно музыка-то в общем-то разная и в основе вот этой модульности лежит множественность перспективы во многих случаях Шарина полагает что эта перспектива может быть как прямой так и рверс да это я еще это я уже про следующее говорю да и вот тут перед нами с одной стороны картина нейро-крето итальянского художника Альберто Бури да а с другой стороны фотографии земли Нормандии в одном случае справа это природный процесс да который ну собственно имел имел место потрескавшееся да от такого зноя земля а с другой стороны это не природный процесс а это собственно творение художника который в принципе совершенно аналогично да то есть понятно что в основе лежит одна и та же некая универсальная структура некий универсальный образ и во многих случаях эта перспектива как он полагает может быть прямой так и обратной и таким образом получается что ну это очевидно и видно да что значит как бы вот это изображение земли Нормандии оно словно перевернуто вот в этой вот нейро-крето и в данном случае Бури создал Альберто Бури создал с начала 70-х создавал серию вот этих вот треснувших картин или Кретти как они называются трещина а также создал целую серию картин из Целотекса с 79-го по 90-е годы и затем пришел к идее Крета Дибури составляя да Крета Дибури это такая громадная инсталляция которая в общем тоже такие же трещины только из бетона ну своего рода такой как это называется ну это такая пространственная композиция да специфичная созданная для специального места вот значит сопоставляя фотографию черных трещин Шарина пишет о том что несмотря на то что трещины все еще присутствуют у Буря он ориентируется на натурализм который не является реализмом становится иллюзией потому что он как бы переворачивает эту картину он не просто делает ее черной он еще переворачивает с точки зрения пространственной позиции вот при этом надо сказать что он подчеркивает Шарина что аналог черный черный аналог фотографии в картине Буря это пространственная инверсия природного явления то есть перевернутые зеркально отраженные трещины земли Нормандии и образ становится таким как он пишет тревожным сломанным небом но на самом деле во многом то что интересует во многом из того что интересует Шарина это запечатлен так называемый парадокс зеркала когда зеркало допустим может менять правую и левую стороны но никогда не меняет вверх и вниз да вот поэтому очень часто и основная идея собственно творчества Шарина вообще да то что вы видите это не то что вы видите то что вы слышите это не то что вы слышите то есть вот это вот какое-то переформатирование восприятия которое предполагает что мы должны по-другому слушать и по-другому видеть вот так далее да вот собственно это образец так называемых фракталов результатом вот его такой интересной натуралистической концепции становится вывод что биологические организмы и объекты искусства художественного творчества развиваются в соответствии с одними и теми же природными законами то есть фрактальные структуры обладают способностью к саморазвитию что в итоге определяет непрерывность формообразовательного процесса при изучении нелинейных динамических систем очевидно что в основном природные объекты имеют фрактальную форму и обладают фрактальными же свойствами физический смысл объекта фрактала представляет собой структуру пространственного типа с убывающим строго закономерно единообразным исполнением объема как например крона зимнего дерева без листьев или на эволюционно биологическом уровне эволюционное древо жизни земли общая общность фрактальных свойств способна объединить разные объекты биологический организм и произведение искусства в любой из его областей так идентичны музыки Равеля как кажется Шарина оказывается архитектурное сооружение несмотря на то что они принадлежат невероятно к другим разным эпохам Шарина приводит в качестве примера фотографии мертвого города Виджея Нагарской империи фрагмент партитуры Дафниса и Хлоя ну вот видите вот эти рекурсивные такие смотрящие вниз пирамиды у Равеля в нотном тексте и вот собственно вот этот раскопанный город Маленький взрыв Little Bang или маленький взрыв он характеризуется предваряющим его состояние максимальной плотности как пишет Шарина происходит звуковое событие как некая мгновенная вспышка в этой концепции маленького взрыва мы находим намек на своеобразную иерархию музыкального мира Шарина которая состоит в поглощении одной звуковой материи другой гигантский взрыв не обязательно полагает Шарина не обязательно но это след который может остаться от взрыва выпущенной энергии осколки разрушенного целого что может сотворить и небольшой взрыв ограниченный радусом воздействия интересующие нас звуки могут быть разделены молчанием или другими звуками наше ухо в конечном счете все равно соединит их восприятие создает безошибочную сеть отношений между элементами по каким критериям мы связываем данные ощущения спрашивает Шарина сходство важно прежде всего для самого механизма восприятия основанного на двойственности узнавания и признания в рамках оппозиции сходной различной мы все слышали о бинарной системе на которой на основе которой работают человеческий разум и компьютеры бинарный механизм реализуется в микромире нашего разума посредством небольших пар данных и бесконечных чисел даже если события действительно отличались друг от друга их близости достаточно чтобы ассоциировать их друг с другом наше восприятие постоянно устанавливает причинно-следственные связи между явлениями когда неожиданное событие происходит в статической музыкальной ситуации оно не остается незамеченным таким образом пишет Шарин мы можем суммировать в этих двух словах маленький взрыв или Little Bang стратегию реализованную композитором как стратегию неожиданности и надо сказать что эту стратегию он применяет разумеется в своем творчестве иначе было бы неинтересно и странно и основная идея заключается в том что наше восприятие оно так или иначе нацелено на вот эти вот короткие схемы памяти то есть какие-то контрастные события которые мы воспринимаем как краткие контрастные события которые мы воспринимаем гораздо более адекватно и лучше чем некую такую линейность ну вообще о фрагментарности нашего мышления писали философы постструктуралисты и тот же Ролан Барт о том что фрагментарность является наиболее такой адекватной формой современного сознания и собственно Шарина который как я говорила не пользуется ни интернетом ничем тем не менее он приводит в пример систему Windows почему называется формы с окнами или формы Windows потому что на самом деле наше видимо мышление оно в определенном смысле устроено примерно так как система Windows в которой существуют окна которые можно открыть кликая по той или иной иконке и за ними оказывается целый мир который в общем имеет тоже свою какую-то структуру и так далее но тем не менее мы все равно воспринимаем именно таким образом или наше мышление которое теперь так или иначе основывается на логотипах всевозможных оно как раз наверное доказывает правомерность этого утверждения этой идеи и здесь как видите это его вторая фортепиано-соната в которой он предварит свой авторский анализ и то что в рамочках выведено видите вот этот большой сплошной текст это как раз и есть те самые окна которые врезаются в некий общий контекст вот этой фортепиано-сонаты и с его точки зрения они как раз и служат своего рода вот таким окном в некую иную реальность да вот можно послушать кстати говоря сейчас мы послушаем а и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Иначе не успею вам рассказать все, что, собственно, планировала. Добро пожаловать в Казахстан! 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 которая тоже имеет определенные какие-то, скажем так, генетические корни в визуальных ассоциациях в том числе. И надо сказать, что у Бетховена, в отличие от композитов предшествующих эпох, как считает Шарина, тема движется по заранее запрограммированным траекториям возможной трансформации. И тут он приводит в качестве примера струнный квартет Бетховена, опус-131, и говорит о том, что если бы целью было просто показать повествовательную направленность, то он бы мог выбрать какой-либо другой пример из Бетховена. А упоминая именно этот пример, это происходит именно потому, что его интересует различный драматургический характер самих вариаций. И это тоже, кстати говоря, один из вариантов вариации, как он предполагает. Вот эта самая известная картина Фрэнсиса Бекона. Это тоже вариация, но в изобразительном искусстве. То есть смена каких-то фокусов и проекций. И вот так называемые кубические вариации Соло-Левита, которые он тоже предполагает, что это... Ну, собственно, они и называются кубические вариации, но что это та же самая форма вариаций, только в изобразительном искусстве. И он видит это как некую трансформацию от двумерного к трёхмерному, от квадрата к кубу, от открытого к закрытому кубу, демонстрируя таким образом возможность осмысления в его творчестве куба как формы. И в данном случае получается, что куб для него становится важнее не столько как формы, сколько как идея. Далее он предлагает пролог из акустических трансформаций. Но самая, на самом деле, интересная идея – это формы с окнами, о которых я говорила и показывала вторую парфектианную сонату Шалина. Но самый, с его точки зрения, подходящий визуальный образ вот этих форм Windows или форм сон с окнами – это картина Эрнста «Французский сад», где с точки зрения Шалина присутствует эффект пространственного разрыва, который открывает дверь в иное измерение. Эта нелинейность подразумевает определённые точки, которые способствуют дальнейшему разветвлению, подобно возможности выбора между двумя различными сценариями развития событий, которые могут быть как раз с его точки зрения сопоставимы с так называемой точкой бифуркации. То есть точка бифуркации – это какая-то точка смены режима и установившегося определённого режима. И когда эта точка бифуркации пройдена, получается, что путь в прошлое закрыт, а процессы перестают быть обратимыми. И впереди вновь возникает новая бифуркация и, соответственно, новый кризис. Музыкальное пространственное существует в так называемом горизонтальном временном, а также и вертикальных представлениях. Горизонтальный временной аспект форм Windows у Шарина подразумевает некую фрагментарную картину мира, которая сегодня выглядит самым адекватным представлением сознания современного человека. Вертикальный пространственный аспект относится, скорее, к его дискурсивной множественности. Подобно тому, как, например, Бахтина и Кристева называли объектно-ориентированным словом «дискурс внутренних символов», диалог дискурсов может быть бесконечным. Погружённым в многоголосие слово «дискурс» не имеет устойчивого смысла, неустойчивого какого-либо субъекта способного быть носителем устойчивого смысла. Слово «дискурс» словно разлетается на тысячу осколков под воздействием множества контекстов, попадая в межтекстовое пространство, где оно расщепляется и рассеивается. И Шарина говорит об окнах как об особых моментах композиции, как в некой многомерной форме. Он использует ряд аналогий, чтобы помочь осмыслить эту фигуру, в том числе из области фотографии, телевидения, видеоигр с разделённым экраном и компьютерной графикой. И формы с окном, они, естественно, проецируются на концепт вот этой всемирной паутины, которая коренным образом трансформировала современные принципы мышления. Основная идея заключается в принципе разрыва, который характеризует когнитивную специфику современного индивидуума. Именно этот принцип определяет парадоксальную смысловую логику, в том числе и Шарина, где в поверхность фигуры вторгается разрыв, спровоцированный появлением окон, видос. Этот принцип соответствует фрагментарности сознания, присущий современному искусству, и вообще в новой музыке в целом. Отвергая всевозможные предположения, что современная мысль, произведена технологией или сегодняшнее искусство, является плодом наукообразного мышления, Шарина фокусирует своё внимание на фотографии и возможностях современного телевидения. И говорит о том, что, допустим, фотография способна уловить застывшее время, а телевидение может заставить нас, например, находиться где-то между различными какими-то каналами переподачи информации. Так вот, условно говоря, самый простой пример – это то, как мы переключаем каналы. И вот этот вот калейдоскоп разных фрагментов, которые мы наблюдаем, переключая каналы, он является как раз свойством вот этого, собственно, фрагментарного мышления. И на самом деле это не просто фигура речи, а это такая ситуация, в которой смысл может постоянно опрокидываться в нонсенс, условно говоря. И та привычная цепь событий, которая нам понятна, она может быть абсолютно разбита таким образом. И вот он считает, что, собственно, это тоже, опять же, было присуще в той или иной степени и Малеру тоже. Да, вот как раз схема вот этих окон – это вот фрагмент из первой симфонии Малера. Да, то есть, в принципе, ничего нового, условно говоря, нет. Оно зрело и было в предыдущей эпохе точно так же. Вот, и в этом смысле, конечно, принцип окон, он о себе говорит. Да, вот ещё далее. Это пример из, опять же, итальянского художника луча фонтана, да, который известен тем, что он тоже, как бы, показывал некие пути в третье измерение, да. Он свои картины, допустим, у него есть такие картины, которые образуются из порезов бесконечных, да. Ну, наверное, да, и вот это вот, это, собственно, там тоже отверстие. На самом деле... Это из Ливана. Да, да, да. В общем, в этом был определённый такой концептуальный смысл. Он считается таким самым космическим художником луча фонтана. На самом деле, да, по-моему, несколько, два-три назад была выставка в музее, в мультимедиа-музее как раз луча фонтана. Вот. И что же касается... Да, и в качестве вот этих вот источников пространственных идей он как раз и приводит двух итальянских художников, Альберто Бури и луча фонтана. Надо сказать, что касается луча фонтана, ну, вот он, собственно, главным образом резал ножом свои полотна. А что же касается Альберто Бури, да, то это художник, который был военным врачом какое-то время, после этого стал художником. У него, видимо, был такой достаточной степени травматический синдром, потому что все его картины... Это холстина, которую он покупал в порту, да, которая тоже имела свою, условно говоря, историю, не холд в буквальном смысле, которую он прожигал, и получались картины в виде каких-то окровавленных ран, вот, бинтов. То есть они вызывают абсолютно четкие такие ассоциации, видимо, с тем, что ему пришлось пережить на войне. Вот, и с точки зрения Шаарина, как раз вот это вот, собственно, полотно у Бури, да, вот эта трехмерность, которая заменяет собой двумерное пространство за счет сжатия материи, складки, уплотнения холста. Она становится своего рода атрибутом хроники событий, да, продырявленная или прожженная с кроваво-красными следами мешковина – это проявление такого посттравматического военного синдрома, поствоенного синдрома, скажем так. Его полотны «Традиционный холст» заменяют холчевые мешки, используемые для перевозки американских товаров в Италии. Маркировки эти этикетки нередко, опять же, тоже проступают на поверхности картин, да, таким образом какую-то обнажая историю этой картины. Да, вот, собственно, это вот как раз Альберто Бури. Это его картина. Вот видите, вот эти вот мешковины, о которых я только что говорила, а это из целотекса, по-моему, а? Черный пластик называется, да, тоже в Милане, в Новиченто, в музее. В общем, надо поехать когда-нибудь в музей Новиченто. Вот, и надо сказать, что в этом отношении получается, что вот эта вот трехмерность, она проступает действительно и в изобразительном искусстве не в меньшей степени, да, чем в музыкальном. Вот, ну, и теперь мы как раз приближаемся, собственно, к теме нашей лекции, да, аноморфоза и слушать. А, ну вот он тоже, опять же, приводит в качестве примера, да, Джейсона Поллока. И сейчас, вот, поскольку у нас уже, видимо, времени не так много, та самая идея, которая, да, все, мы закончили, должны, все. Да, пять минут. Извините, я увлеклась. Ну вот, собственно, аноморфоза как концепт слухового восприятия. Ну и, собственно, наверняка все знают эту картину, Гарн-Загальбейн посоль, да, в которой вот в подножии, при определенном ракурсе можно увидеть череп. Это как раз свойственная, да, барочная эстетика вот этого стремления к какой-то загадочности. И, собственно, вот это вот и становится основной идеей Шарина и реализуется главным образом в одной из его самых таких известных фортепианных пьес, которая называется «Аноморфоз». Сегодня у нас есть она в программе? Нет? Есть? Да, вот сегодня вы ее как раз услышите. И суть в том, что это такая абсолютно интертекстуальная, я бы сказала, пьеса, в которой присутствуют два абсолютно различных материала. С одной стороны, все, что связано с водой, то есть игра воды Равеля, а с другой стороны, да, там еще и Унди, но все то, что связано с тематикой воды, оно проступает как некая такая вот интертекстуальность. Но на самом деле основной темой вот этой пьесы является такая известная песня «Поющий под дождем». «Dancing in the rain», вот, американская, которая, казалось бы, абсолютно в иной стилистики, да, но всех их объединяет, условно говоря, тема Вайды. Но пьеса абсолютно прозрачная, вот эти вот цитаты, они как-то периодически выплывают, их можно услышать, но опять же, при определенном ракурсе, да, только вот если посмотреть так же, как вот на эту самую картину послы, да, посмотреть и увидеть вот этот вот находящийся внизу череп. Вот, поскольку мы должны, наверное, уже заканчивать, я буду подвозить какой-то итог, да, я думаю, что вам сегодня будет очень интересно послушать музыку Шарина, поскольку вы, наверное, ощутите в ней вот эту вот такую многозначность и его энциклопедические знания с точки зрения музыки и с точки зрения изобразительного искусства. И мне кажется, что действительно это очень интересный, абсолютно такой вот образец уникального дарования, в котором в себе сочетает очень много разных факторов. Композитор, который, тем не менее, я бы сказала, в чем-то абсолютно классичен, да, он не использует, например, внутреннее пространство рояля, он играет исключительно на клавиатуре, да, то есть ничего такого, казалось бы, экстраординарного. Он не использует никакой там перформативности, еще чего-то, этого всего нет. Абсолютно, я бы сказала, классический подход к музыкальному искусству, но, с другой стороны, абсолютно не классический, потому что в нем столько всего внутри, так сказать, сосуществует вместе, что, в общем, определяет его содержательность. Похоже, мы уже должны идти на концерт. Спасибо за внимание.